Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет читаем книгу Аввакума, 2 глава. В первой главе звучали вопросы Аввакума, пророка, обращенные к Богу. В этих вопросах выражается его непонимание, почему же в мире господствует зло, и Господь на это молчаливо взирает и не запрещает этому злу твориться. Вторая глава начинается такими словами. Пророк говорит о себе. На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. Словно на стражу. Пророки часто называются стражниками, действительно, в пророческих книгах самих. И вот пророк встал на свою молитвенную стражу, вопрошает Бога, ждет ответа, какой же Господь ему даст ответ. Между прочим, эти слова, первый стих 2 главы Аввакума, они являются темой для Ирмосов 4-й песни канона. На божественней страже, богоглаголевая Аввакум, все, конечно же, помнят и поют этот замечательный Ирмос. Вот. Во мне и что отвечать по жалобе моей. Вот дальше второй стих уже, со второго стиха начинается ответ Господа. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Скрижалил уход, каменные такие доски. Если на них запись вытесать, вырубить, вот, на этих каменных дощечках, то она очень надежная, долголетняя. То есть пророчество это неистребимо. Слова Божьи, которые дальше прозвучат, они на века, на тысячелетия и навсегда, можно сказать. Их легко можно будет прочитать. Надпись на камне легко читается обычно. Это не глиняная табличка, это не кожа, и это не папирус, тем более, легко истлевающий. Поэтому повелевается на вот этих лухот на скрижалях начертать пророку ясное это пророчество. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот здесь звучит уже эсхатологическая тема, эсхатологический мотив. Дальше прозвучит в 14 стихе, в некоторых других стихах этой главы пророчество эсхатологического характера. То есть относятся не только ко времени, ближайшему для пророку времени, то есть к ассирийцам, к халдеям, к судьбам родной Иудеи, но и относятся к времени отдаленному, к времени конца истории, к дню Господню, к тому дню. Хотя этого выражения здесь нет, день Господень, но эсхатологический характер очевиден. Говорится о конце, здесь сказано в 3 стихе. И вот это пророчество не обманет. Господь прав, правдив и праведен, он не обманывает. И, наконец, переходим к 4 стиху 2 главы, который является центральным во всей книге. «Вот душа надменная не успокоится, а праведной своей верою жив будет». Вопрос, который звучал в начале 1 главы, «Доколе, Господи, я буду взирать, и ты не слышишь, буду вопиять о насилии, ты не спасаешь» и так далее. Почему в мире господствует вражда, насилие, злодейство, бедствие? Вот теперь пророк получает ответ на все эти свои вопрошания. Душа надменная, а сирийцев, вавилонян, всех врагов, она не успокоится, всех этих мироправителей тьмы века сего. Она не успокоится. Они, как, есть другой образ, как бродящее вино, оно бродит, оно не может успокоиться. Вот так же душа злодея, надменная душа, гордая силой своего оружия, полагающаяся на свое оружие, считающая, что его оружие, его сила, это и есть его Бог, а истинный Бог не нужен. Вот они не успокоятся. Но вторая половина стиха «Праведный своею верою жив будет цадик бэмунато ихье». Так звучит в еврейском тексте. Цадик, праведник, тот, у которого цдака, праведность, он будет жив в свою веру. То есть никакие злодеи в мире его не одолеют. Своей верою следует сказать, что еврейский термин «эмуна» следует переводить лучше и правильнее не через вера, а через верность. Когда говорится в Священном Писании Ветхого Завета, в Танахе, в Еврейской Библии, говорится о вере, имеется в виду верность. Позднее, в греческом переводе, в Септуагинте, вот эта еврейская «эмуна» была переведена на греческий через «пистис». «Пистис» — это вера. Это вера как убежденность в истинности существования чего-либо, кого-либо, но уже исчезает. Исчезает уже термин, наполнен совсем другим содержанием. Исчезает вот это представление о верности. Если вера в Ветхом Завете — это верность Богу, как раб верен своему Господину, человек верен своему Богу. Авраам поверил Богу, проявил доверие к его словам, проявил ему верность, исполнил то, что Господь ему повелел. И эта вера вменилась ему в праведность, Аврааму. В Ветхом Завете верность становится верой. «Эмуна» становится «пистис». И в греческом переводе так становится это, в «септуагинте». И потом это же переходит в Новый Завет. И Павел вот эту «пистис», не «эмуну», конечно, не «эмуна», а «пистис», он делает основой для своего учения об оправдании верой. Противопоставляет веру с делами. В Ветхом Завете никакого такого противопоставления нет. Представить себе это невозможно. Ведь верность — это дело. Вера — это и есть дело. Если мы под верой понимаем еврейское понятие «эмуна», нет этого противоречия между верой и делами. Потому что вера — это верность. Вера проявляется... Верность проявляется вот самим делом. Это и есть дело. Дело верности — это и есть вера. Верность, доверие Богу. Ну, примеры веры, примеры героев веры, ими переполнен Ветхий Завет. Ну, потом все это на греческий манер было переосмыслено и переведено через «пистис», то есть через веру. Веру как категорию интеллектуальную, категорию умственную, большей частью. А вот в исконном своем значении «эмуна» — это верность. Как бывает, человек верен кому-то, раб верен своему господину, вот так человек должен быть верен Богу. И вот это в Священном Писании в Танахе называется верностью. «Эмуна» — верность. Но на русский язык тоже переведено здесь не через верность, а через вера. Праведный своей верой жив будет. То есть праведник, Аввакум, другие пророки, все те, кто верны своему Господу, они вот через эту верность останутся живыми. Их не погубит никакой враг. Ни вавилоняне, ни последующие враги, ни персы, ни греки, ни римляне, никакие другие враги их не погубят и не истребят праведников. Весь народ будет погибать, земля будет усеяна трупами, а праведников Господь спасет, защитит, потому что они Ему верны. Праведники могут отправиться в плен, в изгнание. В вавилонский плен пошли многие праведники. Но там их Господь сохранил, и там сохранил Господь остаток, и их жизнь была сохранена там Господом. Почему? Потому что у них была Эмуна. Эмуна. Они были верны своему Господу. Верность проявляли. Вот отсюда, кстати, слово Аминь, которым заканчиваются наши молитвы, тот же самый корень, что в термине Эмуна. Аман. Алиф, Мэм, Нун. Глагол, корень. Истинно, верно, да будет так. Вот, верность. Четвертый стих второй главы книги Аввакума. Центральный стих всей этой небольшой, но очень важной книги. Второй полустишь этого стиха. «Праведный, своею верностью жив будет праведный цадик тот, у кого есть цдака». Кто обладает праведностью. Что такое праведность? Праведность – это, конечно, и правосудие. Праведник. Он в жизни поступает праведно по заповедям Божьим. Творит нелицеприятный суд. Если это судья, то есть правосудие в его руке. И в том, что касается своего личного благочестия, он тоже безупречен. Праведность цдака, пишет протерей Геннадий Фаст в своем толковании в книге Аввакума, «Это не обычная человеческая правдивость, честность, а то высокое состояние пребывания в Боге, которым отмечены все библейские праведники». И вот таким был, несомненно, и сам пророк Аввакум. Он был праведником, безупречным, честным. Пребывал в том высоком состоянии в Боге, стоя на своей страже, о котором он и сам и говорит. Вот Томас Мертон, замечательный автор XX века, рассуждая о молитве, о смысле молитвы, в том числе о молитве Аввакума, он в частности пишет, «Стоит ли вообще тревожить Бога, если мы так мало доверяем Ему, что и во время молитвы слушаем не Его, а себя?» Часто мы молимся и представляем Богу наши проблемы, наши трудности, наши вопросы, и хотим, чтобы Бог поступил по нашей воле. Ну, представляем Его себе такой золотой рыбкой у нас на посылках. Но в молитве мы должны думать не о том, чтобы предложить Богу решить наши проблемы, и чтобы Бог нам помог реализовать наши планы, а должны быть готовыми во время молитвы обратиться к Богу и сказать, «Господи, помоги мне реализовать Твои планы». Тогда это будет праведная молитва, иначе молитва бессмысленна. О чем говорит Томас Мертон? Стоит ли вообще тогда тревожить Бога, если мы Ему не доверяем? Здесь вот доверие, верность. Человек верный Богу, как раб, верен своему господину, единственное, что он хочет, это исполнить волю своего повелителя, своего Господа. Не вавилонского царя, не бабки у разбитого корыта, а волю Божию, волю Господа. Вот кто его господин. И его волю он хочет исполнить. И поэтому, когда он молится, как молится пророк Аввакум, он задает вопрос, «Господи, как мне исполнить Твою волю?» Единственный правильный вопрос. И слушать во время молитвы, конечно, нужно Бога, а не самого себя. «Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается». Продолжается тема, о которой речь шла выше. «Надменный человек не успокоится, душа надменно не успокоится». Эта же тема развивается, он как бродящее вино не успокаивается. «Так что расширяет душу свою, как ад и как смерть, он ненасытен и собирает к себе все народы и захватывает к себе все племена». Вот сначала ассирийцы, потом вавилоняне. Они стремились к мировому господству, захватывали огромные территории, претендовали, именовали себя, титул у них был «царь царей», «царь князей». И с надменностью все это делали. И постоянно бродило это вино надменя в них. Они не успокаивались, расширяли душу свою, как шеол, как преисподнюю. Преисподняя, она чрезвычайно широка в библейской поэзии. И сколько бы туда ни сходило людей после смерти, все равно там есть место. И словно в шеол, шеол захватывает покойников, так вот эти цари-владыки-повелители захватывали все народы, все племена, как здесь сказано. Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли? И обременяет себя залогами. Это грабительство, сопровождавшее захватнические войны ассирийцев, потом вавилонян, потом персов. Ненадолго. Вопрос риторичен. Ненадолго. И вот о нем будут произносить о царе вавилонском тоже, как и об ассирийском. Поэтому насмешливаю песнь, притчу и будут говорить горе тому, кто без меры обогащает себя. Нельзя обогащать себя без меры. Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не подымутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение? Придут медийцы, придут перцы и покончат с вавилонянами так, как вавилоняне покончили с Ассирией, с Иудеей, с Эламом, со всеми остальными. Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. Закон возмездия. Всякий взявший меч от меча и погибнет. Вавилоняне взяли меч, погибнут от медийского персидского меча. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы строить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки нечестия. Здесь критика и в адрес вавилонян, конечно, но и в адрес обычных неправедных людей, которые стремятся приобретением, лихостью и спекулянством наполнить домы свои добром. Устроить гнездо свое на высоте. Вот орел устраивает гнездо высоко в скалах, в недоступных местах. Вот так человек думает, ну вот, я тоже себе сделаю свое жилище неприступным, недоступным, сигнализацию поставлю, охрану, три ряда заборов с колючей проволокой, ток пущу, никто ко мне не залезет и много-много добра на долгие дни накоплю, обманом и насилием накоплю и притащу к себе в этот дом. Но, к сожалению, для такого человека, к сожалению, а для всех других людей, к счастью, не сможет он удержать своего богатства. Бесславие измыслил ты для дома твоего, истребляя многие народы, согрешил против души твоей. Бесславие, потому что ты грабил, за это ограбят тебя. Грабь награбленное. И вот медийцы, персы, ограбят Вавилон и отымут себе то, что было вавилонянами награблено у других народов. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им. Камни возопьют, крылатое библейское выражение, оно потом перешло в Новый Завет, как мы знаем. Камни возопьют, скажет Христос. Если они замолчат, то камни возопьют. И сейчас мы используем это выражение иногда. Библейское выражение «камни из стен возопьют». Камни не могут вопиять, у них нет уст. Но это язык поэзии, язык библейской поэзии. И даже камни начнут вопить, требуя отмстить за беззаконие и нечестие, за ограбление, насилие и убийство. Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправду. Город на крови Бавель, Вавилон, но также и Нинве, Ниневе и все другие столицы древние строились, созидались, украшались за счет ограбления других народов. Насилие над ними, порабощение строились на крови и были крепостями неправедными. Сегодня у городов нет крепостных стен, но как многие города построены на крови? Не на крови ли построен Норильск? Не на крови ли узников ГУЛАГа построен этот самый город заполярный, который хвастается, что он самый северный город большой? Но на чьей крови он построен? На крови праведников построен неправдой. И так можно сказать о многих городах. Вот не от Господа лесового фоэта, что народы трудятся до огня, и племена для огня и мучат себя напрасно. Трудятся, строят города, но эти города, городские стены будут разрушены, камня на камне не останется, эти камни еще его запьют. Для огня трудятся. «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Вновь звучит асхатологическая тема. Слава Господне, наполняющая всю землю, его манифестация божественной силы, божественной славы, будет не только в Иерусалиме, не только в Святой Земле. И слава Господне, Кавод, и присутствие Господне, Шхина, они охватят всю землю, всю Вселенную. И это будет в День Господень. Слово, выражение День Господень здесь нет, но понятно, что в 14 стихе содержится асхатологическая весть о конце. Вот тут в 3 стихе говорилось о конце, что пророчество говорит о конце и не обманет. И вот в 14 стихе тоже говорится об этом самом конце. Когда-то, когда-нибудь ученики потом спросят Христа, скажи, Господи, каковы признаки кончины мира? И Господь им эти признаки представит. Кончина мира, конец, асхатологическая тема пророков. Горе тебе, горе тебе, обращается здесь Господь через пророка к вавилонскому царю. Горе тебе, или к ассирийскому, мы не знаем. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Развлечением у вавилонских царей, и у ассирийских, наверное, раньше, было приводить к себе во время пиршества пленных царей иноземных народов, напаивать их вином, да еще с примесью слабительного, и видеть их позор, их срам, происходивший в результате действия этого напитка. Для них это было забавой, срамоту видеть. Ты присытился стыдом вместо славы, пей же и ты, показывай срамоту, обратиться и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу его. Вот ты поступал так со своими пленниками, с другими царями, бесчестил их при лице множества зрителей, насмехался, вот над тобой то же самое будет, такие же самые насмешки. Когда цари попадают в плен, иногда им оказывается честь, а вот здесь вавилонский, ассирийский царь вавилонский, мы не знаем конкретно о каком именно царе здесь идет речь, который обличается, вот он не оказал чести своему пленнику и наоборот над ним издевался, показывал его срамоту. И за это он сам будет наказан по закону возмездия, и тоже другой царь, уже его захвативший в плен, он будет над ним издеваться, насмехаться. Ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих. Ливан — это ливанские горы, и служит также это слово символом гордыни, надмения, величия, кедры ливанские, горы ливанские. Это сила и слава. Вот здесь непонятно, что за злодейство было явлено и кем на Ливане, но вот один злодей, учинивший злодейство на Ливане, на ливанских горах, он устрашал животных, в то время водилось много животных в тех местах, проливал человеческую кровь, ну, опустошал страны и города, живущих в них. За это с ним будет тоже поступить, Господь поступит по справедливости, он будет наказан. Дальше, 18 стих, как бы не продолжает тему предыдущих стихов, но пророк здесь, вернее, Господь через пророка говорит уже на другую тему. Обличается идолопоклонство, что так часто у пророков и в псалмах звучит это обличение идолопоклонников, обличение их безумия. Идолопоклонник безумен, потому что он творит из тукана, фабрикует божество по своему образу и подобию, по-человеческому, и кланяться изделию собственных рук. Что за польза от истукана, сделанного художником? Эти все державы были идолопоклонническими, а сирийская держава и вавилонская, и все другие, Египет. В то время мир был наполнен идолами-истуканами. Они изготавливались, эти идолы, искусными ремесленниками, художниками. Так вот, пророк задает вопрос риторический. Что за польза от истукана, сделанного художниками? Этого литого лжеучителя, хотя воятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение. Думает, что этих кумир, которые он собственными своими несчастными руками сфабриковал, что они его защитят и помогут ему. Горе тому, кто говорит «дереву, встань!» Деревянный истукан. Вот если истукан уронит деревянный статую, и говорит «а ну-ка встань!» Ну не встанет деревянный истукан. Без помощи человек, он беспомощен. Без человеческой помощи он не может стоять, истукан деревянный. Если этот истукан не может встать прямо без человеческой помощи, почему же человек должен на него полагаться? Ну вот уроните какую-нибудь статую, неважно чью, религиозную статую. Она сама не поднимется. Почему же ты полагаешь на эту статую? Несчастный. Унижаешь свое человеческое достоинство. Кто кого создал? Ты художник создал статую? Ты идолопоклонник, который перед ней повергаешься? Или статуя создала тебя? Конечно же, ты ее можешь создать. Она тебя не может ни создать, ни защитить, ничего не может сделать. Камень, дерево, ничего больше. Научит ли он чему-нибудь этот идол, этот истукан? Вот, он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. Есть у них ноздри, но не дышат. Скажет псалмопевец, руки, но они ничего ими не делать не могут. Ноги, но они не ходят. Есть уста, но они безмолвствуют. Вот такими добудут все те, кто их изготавливают. Такими же безмолвными, бессмысленными и глупыми. А Господь, вот антитеза, вот она истинная, противостоящая лжи, противостоящая лилопоклонству. Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом его. Святой храм, Господень, это и Иерусалимское святилище, конечно же, Иерусалимский храм. Это и храм, который на небесах. Жилище Божие на небесах, где на небесах небес, где престол Божий. Пред ним вся земля, все люди должны молчать, слушать, что Господь повелевает и что Он говорит. Должен слушать это идолопоклонник царь сирийский, другой идолопоклонник царь вавилонский. Должен слушать народ иудейский, все люди, царство земли во все эпохи, во все времена. И не только в то время, когда жил Аввакум, но и в наше время тоже. Мы все должны безмолвствовать пред Богом, слушать, что Он нам скажет, что Он нам повелит и исполнять Его волю. А надменных, гордых и величающихся своим оружием людей, захвативших власть на нашей земле, вернее, на земле Божьей, мы слушать не должны. Запись сделана для библейского портала Exiget.